Всем привет, друзья! Сегодня посмотрим на модификацию, которая вышла почти 8 месяцев назад под названием «Отсроченная смерть». Мод небольшой, так что думаю за одну, может быть две серии мы его пройдем. Поехали. Так, и мы в игре. Никаких вступительных роликов не было. Эй, подходи. Медленный, без резких движений. Ну-ка, давайте посмотрим. Мы... Семенов. В черном плаще. Семенов, который, похоже, хочет стать бандитом. Но пока что он вольный сталкер, хотя, вроде же как, должен быть ученым. Ну ладно. Если заглянуть в ПДА, то... Что это такое? Тут карты нету? О-о-о, приехали. Интересно. Или это мы просто пока находимся еще где-то за пределами зоны? Или на подступах к зоне? Ну, по крайней мере, кордон локации здесь вроде как имеется. Не агропром. Заброшенное поле. Ничего себе. Это... Локация еще, по-моему, с... Какого-то старого мода, который использовалась потом в выжившем побеге зоны. Радар есть. Красный лес. Слушайте, локаций достаточно много, хотя мод вроде небольшой. Я думал, за одну-две серии мы его пройдем. Или, может, это не такие чисто пробежать по-быстрому локации? Не знаю. На этот уровень, где мы сейчас находимся вообще в карте, не отмечается. Ладно, будем разбираться. Прапор. Бросай пистолет. Что? Бросай пистолет. Хорошо, хорошо. Отвечай быстро, кто ты и что ты тут делаешь? Сталкер обычный. Обычный? С плащом да пистолетом и все? Эм... Я заблудился, не знаю, как сюда попал. Не нравишься ты мне. Даю тебе предложение. Сейчас мы идем к разбитым вертолетам. Я буду рядом. Твоя задача убить собак. Как ты будешь их убивать? Мне насрать. Хоть ножом. Выйдешь из зоны действия? Или же попытаешься их на меня натравить смерть? Эм... Что? Так, а если бы я ему пистолет не отдал? Он сказал бросай. Я думал, мы просто его выкинем, а он забрал его. Ну ладно. Сейчас будем разбираться. А может его кокнуть просто и все? На этом разборке закончится. Не знаю, не знаю. Так, ладно, пока бежим. Давайте кое-что посмотрим. Сегодня хочу вам рассказать об игре, которая вышла в июле 2023 года, возглавив все чарты после релиза и превысив число зарегистрированных пользователей более чем на 100 миллионов. Это Arena Breakout, захватывающий тактический шутер от первого лица нового поколения для мобильных устройств. В ней каждая битва — это рискованная игра, в которой победитель получает все. Поэтому не берите с собой то, что вы не готовы потерять. Создавайте и модифицируйте ультра-реалистичное оружие, сражайтесь так, как хотите, боритесь за выживание и покиньте зону боевых действий живым, чтобы получить шанс разбогатеть. Основа игры — добыча, а не перестрелки. Вам не обязательно быть последним, кто выживет, чтобы победить. Стреляйте, лутайте и прорывайтесь. Наращивайте богатство, выживая в рейдах и собирая ценную добычу. Но имейте в виду, что если вы погибнете в рейде, вы потеряете все. Тут нужно проявить все свои навыки, чтобы найти ценные предметы и при этом выжить в перестрелке. Совсем недавно в Arena Breakout вышло обновление пятого сезона, в котором помимо прежних локаций появилось новое — Шахта Эль Милар. Самая большая карта на сегодняшний день, в пять раз больше карты Нордриджа. Она идеально подходит для боев на дальних дистанциях. Данная карта с поддержкой транспортных средств, которые вы можете получить, используя валюту фракции у Андре, либо забрав добычу у вражеских игроков. Также появилось новое оружие — М249, РПД, МСХ и АК-12. А еще новый босс Геката и новый мод Team Elimination. Теперь игроки не знают, на какой карте они окажутся. Состав команды 4 на 4 и побеждает та команда, которая первая набрала 4 очка. В течение пятого сезона заходите в игру каждую неделю, чтобы получать жетоны с саперной лопаты. Вы сможете обменять их на бесплатное оружие ближнего боя, саперную лопату, а также снаряжение, купоны и другие награды. Заходите в игру несколько дней подряд, чтобы получить универсальные ключи и другие награды. Скачивай Arena Breakout по ссылке в описании этого ролика и начинай свои увлекательные рейды уже сегодня. Версия для ПК Arena Breakout Infinite совсем скоро появится в раннем доступе с поддержкой русского языка. Это одна из лучших игр-шутеров на ПК. Независимо от того, вы профи-игрок или новичок в жанре шутеров, каждый сможет насладиться ареной. Проходите предварительную регистрацию на официальном сайте для получения последних обновлений. Ну вот, мы тем временем вроде как прибежали к месту. Вояка говорит нам пошел. И вон они, те собаки. Так, еще тут радиация. Не знаю, может быть где-то здесь заныкан какой-нибудь тайник. С пистолетом каким-нибудь или еще с чем. Или попробовать в электру загнать этих собак. Ну давайте пробовать. Так, ну-ка. Ага. Давайте, давайте сюда. Где там аномалия была? Или они привязаны? Они еще и в траве застревают, короче. Похоже придется все-таки ножом их как-то убирать. Ага. Так, вторая есть. И осталась последняя. Все. Подойди ко мне. Так, ну сейчас посмотрим. Что он нам скажет. Ладно, твоя правда. Трогать пока что тебя не буду. Видно матерый. Держи пистолет и медицину. Иди по центральной дороге. Рано или поздно увидишь пожарное депо и здание технического обслуживания. А там главного найдешь. Свободен. Пожарное депо и здание технического обслуживания. Ну, ладно. Не разговорчив ты особо. Возвращает нам пистолет. Две аптечки дает. И антирад. Хорошо. Такс. Значит он сказал по главной дороге. Но вот тут не совсем понятно. Какая имеется ввиду главная дорога? Поскольку у нас нет карты, я предлагаю взлететь на демрекорде, чтобы просто вообще оценить, что здесь происходит. И вот так, если посмотреть, то похоже вот это будет главная дорога. Или же центральная, он сказал. Да. А что здесь есть еще вообще? Потому что локация такая какая-то непонятная. Я, честно говоря, такого уровня не помню. Деревья. Дома-деревья. Ну и вот вертолеты тут упали. Вот похоже все, что здесь есть. По крайней мере в этой части территории. Да, тут лес, 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 лес. И все, конец. Интересно. Ну ладно, по крайней мере мы знаем, что за главная дорога. Или же центральная дорога. Это похоже вот это. Так что будем бежать по ней. Возможно там где-то за туманом будет и пожарная часть, и депо. Так, ну вот бегу я бегу, и похоже что-то начинает виднеться. По крайней мере вот эти вот однотипные здания закончились. Доска почета здесь. И похоже вот тут вот кто-то есть в этом здании, да? Давайте заглянем, посмотрим. Может быть это как раз таки то, что нам и нужно. Ага. Да, пожарная машина стоит. Так. Старый. Здравия желаю. О, новые лица. Кем звать? Семеновым. Подожди. А что нож кровавый? У входа в город ваш встретил и пригрозил убить собак в аномалии. На нервной почве голову потерял. Сейчас мы не в то время и не в том месте. Этот город называется Кишка-9, и мы в нем встряли. А у нас заканчиваются ресурсы. Мы, конечно, пытались выйти через лес, но по всей видимости... Аномалия. Появилась кое-какая возможность, но нужна помощь. Если ты уж собак ножом грохнул в аномалии, то эта задача для тебя пустяком окажется. А что сделать надо? Слушай внимательно, так как у нас нет ни бумажной, ни электронной версии карты города. Видишь за окном завод? За заводом находятся гаражи. А там мои парни. Помогаешь им и волочишь мне предмет от них. Не перебегай напрямую через завод. Там твари и радиацию найдешь. Меня старым кличут. Ну почему так как-то написано странно? Хорошо, старый. Помогу, чем смогу. Так, ладно. За заводом гаражи. За окном завод должен быть. За окном. Вот тот, что ли? Завод может быть. Так, ну давайте смотреть. Ну, скорее всего, тут больше ничего такого нет. Ну ладно, пойдем посмотрим. Он вообще сказал напрямую не иди. Да, вон аномалии там. Ну не знаю, попробовать. Может быть как-то... Ага, ну понятно. Короче, куда не пойдешь, все равно. Наверное, в радиацию попадешь. Да пофиг. У нас есть один антират. Так что потом радиацию мы выведем. Сейчас главное понять, где эти гаражи находятся. Потому что пока что... Тут непонятно что. Опа. Ага. Но его обыскать нельзя. Так, ладно. Там какой-то вагончик. Но так тут лес, машины. Ага, вон похоже. Похоже, вон там гаражи у нас. Ладно, хорошо. Такс. Мы все еще в радиации бегаем. Когда оно уже закончится? Вот сейчас можно использовать антират. А обратно как бежать, чтобы в радиацию не попасть? Может вот там пройти? Может нет? Или вот туда надо больше крюк делать? Непонятно. Так. Ага. Какая-то пальба. Ну и... Так, спокойно. Что здесь происходит? Наемники? Так. Все? Приложили? Вроде трое их было. Так. Наемники, наемники. Это мы все берем. Потом разберемся. Не расходиться, ждем. Ну что? Все, мужики. Отбой. Так, ты главный. Шатун. Фух, вовремя ты однако. Старый послал. Есть такое? Держи колоду и КПК одного из наемников. Отнеси ему. Давай только без вопросов. КПК Мартина, колода мафия. До встречи. Так, ладно. Колода карт игры мафия. На рубашках, карт, шифры и рисунки. Ладно. Вот КПК. С моего последнего визита зона очень изменилась. Идя по знакомой тропе, она выведет туда, куда не должна везти. То ли аномалия, то ли... Не знаю. Картограф причастен к этому. А недавно вообще человека с внешкой мутанта встретил. Среди личных записей обнаружена карта с переходом на агропром. Опа. Так, а у нас теперь, может, она будет... Ага. Ну ладно. Может, потом нам подскажут, где этот переход находится. Спрашиваю главного. Так, эти молчат. Все, тогда будем возвращаться. Только вот вопрос, как это лучше сделать. Наверное, я по большому кругу побегу. Сделаю большой крюк. Так, пока бегу, делая большой крюк, увидел кран и какую-то стройку. Давайте вообще полетаем хорошенько по этой локации, чтобы понять вообще, что здесь есть. Ну вот. Какое-то строящееся здание. А, ну и в общем-то все. Дальше тут лес, лес, лес. Вот эти однотипные здания. Так, вот тут что-то. А, вот здесь как раз завод. Да, это тут радиация была. Все, я понял. И нам нужно, по сути, вот так сюда пробежать. И потом... Потом вот... Нет, это уже другое место. Пункт технического обслуживания и ремонта. Здесь мы еще не были. Так. Ладно, короче, сейчас будем разбираться. Вот сюда нам нужно. Так. Ну, думаю, что можно уже правее. Правее. И возвращаемся обратно. Ну вот. Я вернулся. И что теперь? Вот колода и КПК. Чья приблуда? Одного из наемников, напавших на нас. Так, ага. У нас появился переход на агропром. Значит так. На этот раз тебе придется сбегать туда и поговорить с генералом Фадеевым. Не помочь он не может. Слушай, где переход. Выходишь через выход, что за тобой. И идешь вправо. Доходишь до забора и еще направо. Там дыра. А дальше вот как на этой рубашке карты. Возьми ее и вот дробовик. Удачи. Ладно. Так. Ну, сейчас будем смотреть. Значит, выходишь. Идешь направо. Потом до забора. Там будет дыра. Задание вообще ангел-хранитель мы получили. Поговорить с военным на агропроме. Ага. Ну, надеюсь, мы сейчас найдем этот переход. Ну, вот уже я вышел из города. Тут начинается лес. И, скорее всего, где-то за этим лесом должен быть забор. Как я понимаю. Да, вот уже виднеется забор. Ну, и тут нужно искать дыру в этом заборе. Он говорил, что нужно еще правее. Еще правее. Ага. Вот добежал до дыры. И тут как раз переход. Отлично. Переходим. Ну, и вот мы на агропроме. Такс. Значит, тут нам нужно вот в этот комплекс. Здесь еще какой-то важный персонаж. Торговец имеется. Ладно, потопали. Переход есть куда-то. И тут есть переход куда-то. Наверное, на кордон. Ладно, будем совсем постепенно разбираться. Ну, пока по пути пробегаю вот этот комплекс. Ну, что-то тут как-то тихо. Никого нет, похоже. Хотя музыка играет. Но, да. Никого здесь нет. Ладно, пойдем тогда к военным. Ну, вот. Добрался я до базы военных. Так. Давайте, наверное, сразу вообще зайдем к торговцу. Потому что я бы продал ему вот тут с собой таскаю одну Элку. Плюс купил бы энергетиков. Если у него они будут в продаже. Потому что выносливость у нас тратится достаточно быстро. Или он тут чисто бармен? Маэстро. Ага. Так. Ну, по крайней мере, энергетики мы взяли. Это ему не надо. Значит, просто выкидываю. Не хочу с собой таскать. Ну, и теперь идем разговаривать с командиром, судя по всему. Да? На третий этаж, наверное, нужно подняться. Ну-ка. Здоров. Как долго терпеть твои выходки? Алканавт херов. Ой, да уйди ты с глаз долой. Ты же все знаешь. Сделай что-нибудь тогда. Хватит ныть. Все ясно с тобой, слабак. А, че ты хочешь? А, это генерал. Здравствуйте, я от старого. Он сказал, с вами поговорить насчет... Да иди ты со своим старым. У меня горе. Так. Вы можете вразумить своего старшину не пить? А то долго он не протянет. Нет, уже никак. Ему малость осталось зону топтать. Максимум пара дней. Не бери в голову. Ты откуда пришел? С кишки. А, понял. Держи рюкзак с рациями. Отнеси связному на... На стройку. Он у машины с антенной сидит. А дальше к твоим друзьям. Пока возможности помочь, кроме как этой, нет. Доверенной дороги в кишку мы не знаем, поэтому как забрался, так и вылазишь. Предупреждаю тебя. Навряд ли ты вернешься, откуда вышел. Я Таранов. Это у вас у всех такой прикол в конце разговора говорить, кто вы? А я Семенов. Знаю, но что делать. Ладно, до встречи. Так. А почему у входа знак долга? Вы же военные. Так надо. Если все устаканится, то вернемся на свои места. А долг временно приватизировал деревню новичков на кордоне. Торговец тамошний прихворал, как я слышал. Ничего себе. Так, ладно. Отнести рации связному. Хорошо. Так, похоже, вот сюда нам. Здоров. Здоров. Ты связной? Он самый. Таранов сказал тебе расы настроить. А, да, без проблем. А пока ответь, что думаешь насчет проблем с тропками? Не знаю об этом ничего. Скажу, что мне попался КПК наемника, а в нем упоминается какой-то картограф. Кто это? Ты недавно в зоне? Ну, можно сказать, да. Долгая история. Его приятелем был лесник. Он в режим лесу ошивается. Если повезет его встретить, то у него спроси. Расы готовы. Забирай. Так, понятно. Ну и теперь нужно обратно в кишку, да? Угу. Так, в описании задания что-то говорится? Нет. Просто отнести расы. Узнать многое. Так, хорошо. Переход. Наверное, вот этот, да? Будет. Скорее всего. Чего тебе? Ну вот. Подхожу я к этому переходу. И переходим. Так. А мы на кордоне оказались. Ничего себе. Все, красота. Так. Это так и должно быть. Я уже думал отгружаться и пробовать в другой переход зайти. Не видишь, я занята. Отпустила? Более-менее. Так, ладно. Кто таков? Куда путь держим? Семенов с агропрома шел в сторону кишки 9. Людям тамошним расой нес. Отнесешь? Но не скоро. Сейчас придется тебе человека ждать. Он тебе покажет. Расскажет, куда и как. Тут неподалеку есть деревушка. Там поговорит с подполковником. Он в бункере ошивается. Человек ему нужен. А ты кто? Вид у себя бледный, голос неспокойный. Как будто смерть в дверь постучала. Да закрой рот, доктор Хренов. Знать меня, тебе не полагается. Ладно, бог с тобой. Пойду я. Так. Ага, ну хорошо, хоть вещи наши остались. Кстати говоря, вот такой рюкзак мы получили с расой. Интересно. Интересно. На кордоне вдруг оказались. Ну ладно. Сейчас пойдем посмотрим, что там за подполковник сидит в бункере Сидоровича. А тут кто-нибудь есть еще? На блокпосту нет? Никого. Ага, нет, вот все-таки стоят ребята. Может там кто? Ну ладно, неважно. Идем в деревню. Ну вот, подбегаю я к деревне. И тут действительно долговцы. Сейчас. И вот какой-то фанат. Тот самый фанат. Интересно, у тебя каска. Подскажи насчет одного дела. Тебе что-нибудь известно о картографе? Да, дядя крутой. Все лазейки, все тропы. Все знают о зоне. Больше сказать не могу, так как байка обычная. Ладно. Так. Ну пойдем в бункер. Заглянем. Ну-ка, ну-ка. Подполковник Надежкин. Вам все еще нужен человек? Да, еще как. У тебя есть что-то снайперское? Нет. Тогда держи. И вот прицел к ней. Фанат тебе поведает о сути дела. Скажи, что ты от меня. Да, и после задания СВТ ему вернешь. Так, ладно. Значит, давайте сразу прицел. Сюда поставим. Ну и идем к фанату. Может тут на деревню сейчас наемники будут нападать. Как обычно. Или еще что. Я от майора. Так. Мы выкуриваем с АТП бандитов. А, который раз. Только теперь там лагерь сталкерский сделаем. Один против шестерых. Не пойдешь. Твоя задача будет убить одного из бандитов у входа на АТП. Не перепутаешь. Они в домиках. Это будет сигналом для парня. Дальше по обстановке. Усек, усек. Тогда удачи. Ладно. Опять АТП. Ну погнали. Ну вот, я подбегаю к АТП. Ух ты, 3D прицелы здесь. Ничего себе. Ну и где здесь? Кто? Кого тут мочить? Там вроде у костра один сидел. Или вообще любого можно выбрать? Ладно, давайте, может быть, вот этого. Так, где он тут? Ну что, началось? Не знаю, началось, не началось. Может быть, я не того снял. Ну пофиг. Сейчас разберемся. Где тут кто еще есть? Так. Хорошо. Можно попробовать с другой стороны зайти. Посмотреть отсюда. Может, кого мы высмотрим? Ну-ка, там во дворе. Нет, никого не видно. Ладно. Тогда давайте, пожалуй, возьмем Элку. И будем добивать. Не знаю, наверное, я как-то не так поступил. Так. Непонятно, где там долговцы. Ну пофиг. Зачистим сами АТП. Так, тут никого. Опа. Сталкер. Ярик Сказочник. Так. Отдыхай. Кто еще остался? Ну-ка, покажитесь. Все. Такс. Хорошо. Хорошо. А, они тут с АК-101 ходили. Тогда я это разряжаю. Нам эти патроны пригодятся для Элки. Так. Ну а тут. Этих сейчас за кадром осмотрю. Может, чего полезного еще найду. И надо возвращаться, как я понимаю, обратно к фанату. Ну вот. Я вернулся. Все зачистили. Молодцы. Выжившие есть из моих парней? К сожалению, погибли все. Эх, жалко парней. Верни СВТ и в бункер иди. Там тот, кто тебе нужен. Забирай, а я пошел. Так. Ладно. Иду в бункер, а тут сообщения. На них надеяться не на что. Давай хоть что-нибудь сделаем. А-а-а. Перун какой-то сюда пришел. Ты какого хрена подслушиваешь? Приношу извинения. Это вы знаете о переходе в кишку? А, это. Дай на ладоник. Вот здесь. Там еще стоянка сталкеров с навесом. Не перепутаешь. Все, освободен. Пока. Так. Стоянка сталкеров с навесом. А, наверное, вот здесь вот это будет. Вот тут стоянка сталкеров с навесом. Ладно, ладно. Хорошо. Ничего больше не скажете? Может закупиться тут у вас чем-нибудь? Или продать чего? Хотя у меня нечего продавать. Я особо ничего и не собирал. Ну, ладно. Энергетики есть. Давайте энергетики возьмем. А детекторы сколько стоят? Так. А если вот это... Ну, на детекторы, я смотрю, нам не хватит. Это надо продавать другие вещи. Ладно. Тогда, в принципе, не будем. Чисто энергетики и все. Потому что модификация небольшая. Думаю, мы пройдем ее быстро. Все. Тут у вас ничего? Не открывается даже. Старый прием. Это Таранов. С Фадеевым все. Не просыхал. Это Семенов. Рации еще не принес. Оказался на кордоне. Скоро буду в городке. Да, надеюсь. Если вот этот переход нас еще куда-нибудь не забросит. Хорошо, как принесешь, зайди ко мне. Что-то нехорошее образовалось. Так. Прохожу сейчас через тоннель с электрами. Тут еще ПСИ. Кстати говоря, вот тут, может быть, какой-то был бы и артефакт. Если бы мы на детектор накопили. Но. Мы этого не сделали. Ну и ладно. Не особо-то и надо. Ну и по идее, вот где-то здесь должен быть, должна быть эта стоянка сталкеров с навесом. Вот она. И, наверное, там дальше. Вот навес. Ящик не обыскивается. И, наверное, вот здесь вот нужный нам переход. Но проверим. Так, вроде оказались там, где надо. Хорошо. Значит, теперь опять бежим по центральной дороге. Тоже по вот этой. Или мы не в том месте оказались? Подождите. Мы, похоже, с другой стороны города, да? Потому что тогда мы в начале игры побежали с военным вот сюда. И тут был овраг с вертолетами. А сейчас мы... Непонятно где. Так, ладно. И как тут сориентироваться? Мне кажется, проще использовать демо-рекорд. Потому что без карты не пойми что. Так... Вот... Вот сюда нам похоже, да? Похоже, да. Ну вот. Я вернулся. Ух, ну ни хрена себе. Где тебя носило? Я пошел той же тропой, с которой вышел на агропром. И очутился на кордоне. Держи рации для связи с Тарановым. И мне его как раз проведать нужно. А, погоди. Держи ты одну. Все, теперь свободен. Так, и возвращаться обратно на агропром получается? А, ладно. Вернулся я на агропром. И Таранов у нас вот тут вот, на втором этаже. Так, дела у нас плохи. У этого сердце не выдержало, связной вообще пропал. Средь белого дня исчез. Из-за первого мне придется составить рапорт, а второй темнит. Боюсь, что он раз и настроил не в нашу пользу. И что теперь делать? Поменьше базарить. Говоришь, на кордон попал? У тебя есть информация о переходе с кордона в кишку? Да. Тогда пробегись второй раз. Удостоверься в уверенности троп. Ладно. Опять бегать. Ну вот, подбегаю я снова к этому переходу. И сейчас посмотрим, куда нас забросит. Ну, похоже, это не кордон, да? Да. А, мы сейчас вот здесь вот. А локация кишка вроде вот тут отображалась. Так. Да, и деревьев таких в кишке не было. Это другая территория. Ну-ка, ну-ка. И что у нас тут? Лес, лес, лес. Вон там что-то виднеется. Или это кусты просто? Ну-ка. Нет, просто кусты. Ладно. Ага. Вон какая-то сторожка. Сейчас посмотрим, что там. Ну-ка. Есть тут кто? Или что? Так, кто-то появился. Ящик еще. С абаканом и прицелом. Опа. Опа-па. А ты еще кто? Ну-ка. И что, он пропадет? Вы получили достижение мечены. И что это было? Кто это был? Это был мечены? Только какой-то очень странный. Так, а тут лежит протез. С тозом 106, а также сталкерским медицинским учебником. На вид обычный медицинский учебник, но внутри описывается слияние медикаментов, которые есть у каждого сталкера. Достаточно интересный экземпляр, за который будут добиваться полевые медики. Так, ладно. И что? И что теперь? Так, а теперь похоже вертолет за нами летит. Внимание! Сталкер, оставайся на месте. Да, какой-то мимо пролетал вертолет и нас заметил. А, заметил и полетел дальше. Ладно, потом может вернется. Не, вроде разворачивается сейчас. Ладно, ладно. Мужики, давайте. Я тут. Да, летят сюда. Отлично. Так, вы прямо к палатке? Летите или куда вы летите? Ну что, забирайте меня? Чего расскажешь, хорошего? Ага. Сержант Савоська. Ёп, РСТ-сталкер, угораздило тебя в такую задницу попасть. Не спорю. Откуда вообще этот лесник нарисовался? Нарисовался это ты в точку. Погоди, что за труп? Не ты ли его грохнул? Хотя не, судя по виду, давно мир покинул. Ты как сюда попал? Хотел уточниться в переходах полностью, как видишь, ни хрена. Только наоборот. Да уж, тропой, с которой вышел сюда, больше не пользуйся. Хрен знает, куда она приведет тебя на сей раз. Я и мои товарищи нашли проверенный путь на кордон с игропрома. Ну и если ты знаешь, военный городок. Первый в юго-восточных воротах, а второй на северо-западной части локации у поваленного дерева. Давай-ка пока, загружу карту. Так, моя задача как раз и была найти проверенный путь с игропрома в кишку. На своих двоих это было бы невозможно сделать. Для этой задачи нужны вентиля. Так тебя перебросить в город? Желательно. Ну тогда залезай. Ну и вот мы, похоже, вернулись. Да, и сейчас оказались здесь вот рядом с этим техническим пунктом, короче, ремонта. Такс, что это у вас тут происходит? Привет, брат. Привет. Что скажете, расскажете? Ух, паря, опоздал ты. На нас напали, к несчастью, с потерями. Да, я вижу. А что с парнем над ним? Брат его... Даже так? Нам сообщили, где расположен нормальный переход. Хоть и не ты его открыл, но ты старался и твоя заслуга в этом есть. Держи подгон от нас. Ты еще к нам будешь заходить? Тебе сказать переход с агропрома? За подарки огромное спасибо. А переход я знаю, мне нашептали. Если что, приду. У меня тут есть книжка интересная. Передай медику. Думаю, ему понадобится. Ха-ха, книжку я передам. Мы рады, что встретили тебя. Поэтому, если вдруг тебе вбредет в голову на север переть, мы с тобой. А бармен где? Так, ВСК дал. Бронекостюм Булат. Патроны и прицел. Рамзи? Его начальство взяло на время. Не переживай, он вернется. Да, еще. Если хочешь еще побегать, обращайся к Таранову. А может не надо? Еще побегать. Так, сколько всего? Сколько всего. И мы уже перегружены. Тебе продать что-то можно? Похоже, что можно. Тогда вот, держи. Тогда вот, держи. Так, может вот это дело продать? Или что тут продать? Наверное, пистолет мы продадим. Так, все равно перегруз. Ну, а, у меня вот это еще ерунда. Я взял чисто посмотреть, что за она, но... Короче, не надо мне такое. Выбрасываем. Это можно поставить. В принципе, можно и походить. Так, а Элка... Ладно, наверное, выкину я Элку. Патроны оставлю на всякий случай. Хотя, по сути, они мне особо, наверное, и не нужны. Тозик тоже такой себе, честно говоря. Можно было выкинуть. Ну, ладно. Такс. Здесь, похоже, ничего. То есть, нужно возвращаться на Агропром к Тарасову сейчас. Роговица. Погиб. Понятно. Ну, похоже, надо возвращаться обратно на Агропром. Я так понимаю. Тут делать нечего. Задание... Задание... В задание вообще в Рожелес попасть. Но, наверное, сначала на Агропром. Ну вот. Вернулся я на Агропром. Нужен? Да. Почему зону топчешь? Хочу узнать, кто такой картограф. Твои интересы пересекаются с нашими. Мы нашли переход в Рожелес, но он полон дерьма в виде аномалий и мутантов. Тут только по воздуху. Предлагаю тебе на вертушке прокатиться вместе с отрядом. Предложение принимаю. Ну, тогда жди. Ага. Ну и, похоже, отправляемся мы на вертолете в Рожелес. Да, и вот мы здесь. Вот отряд. Так, давайте, наверное, на этом пока что прервемся. Продолжим уже в следующей серии. Так что на этом пока что все. Всем большое спасибо за просмотр. С вами был Хьюк. Всем удачи. И пока.